Зейнеп впервые называет Гюнюль матерью. Зейнеп наконец узнала болезненную правду о своем прошлом и поняла, что Гюнюля невинно заключили в тюрьму на 25 лет, чтобы защитить ее. То волшебное слово, которое он не мог произнести до сих пор, находит своего обладателя, вырываясь из его сердца. Зейнеп впервые за многие годы называет Гюнюль матерью. В поисках наследия Чингиза Турны с другой стороны, Джингиз, который знает о наследстве, оставленном Турне, не может дождаться, когда получит деньги. Он оказывается в доме Кахиди. Когда он бродит по дому с завязанными глазами, первым, кто его замечает, становится тот, кто находится ближе всего к пистолету в доме. И он, не колеблясь, направит пистолет на Чингиза и защитит свой дом. Кахиди, у которого новое заболевание сердца и который находится в очень рискованной ситуации, измотан напряжением. У него нет выбора в отношении операции, которую он боится. Его срочно доставляют в больницу и делают операцию. Но неизвестно, сможет ли он это преодолеть. В то время как Турна расстроена разлукой со своим братом, Зейнеп удается добиться событий, которые сделают ее счастливой. Но что касается Чингиза Турны, он еще раз скажет, я здесь, и все разрушит. Генюл решает сразиться с Чингизом Генюль, которая раньше стояла перед Чингизом и говорила, если ты еще раз расстроишь мою дочь, я убью тебя, теперь думает, что она должна что-то сделать. Шуле же находит новую информацию о своем прошлом. Она узнает, что Джингиз уже много лет скрывает что-то очень важное для нее. Похоже, это станет поворотным моментом для Шуле. Он постепенно начинает понимать в Чингизе-то, что он не подвергал сомнению и не игнорировал все это время. Эта ситуация повлечет за собой очень серьезное решение и изменит все балансы. Смерть Синана уничтожает всех смерть Синана, отдавшего свою жизнь ради спасения Шуле и ее ребенка, опустошила всех. Пока Зейнеп пытается пережить смерть Синана, ей также приходится думать о Турне, которая осталась с ней. Чингиз и Шуле заключают сделку с Зейнеп, чтобы не продолжать свою нелегальную жизнь вместе с Хасаном. Зейнеп делает самоотверженный выбор, отказываясь от собственных чувств, чтобы Турна, опустошенная отсутствием Хасана, не расстраивалась дальше. Таким образом, Чингиз и Шуле спасены от своей нелегальной жизни и живут жизнью, которой они не ожидали. В семье будет сложно принять выбор Зейнеп. Однако принять выбор Зейнеп будет непросто для всех членов семьи. Гамзи и Джахиди, которые не в ладах с ее сестрой, отдаляются друг от друга. Пока Дуру пытается смягчить Гамзи, Джахиди, оправившаяся от сердечного приступа, пытается скрыть от всех ухудшающееся состояние своего здоровья. В то время как Зейнеп винит себя в переговорах с Джингизом, на лицо которого она не хочет смотреть, позиция Джингиза еще больше усложняет ситуацию. Однако, когда Шуле и Джингиз узнают большую тайну о Джахиди и Турне, Джингиз составляет новый план и начинает вести игру соответственно. Со стороны Зейнеп вот-вот откроется большая тайна. Зейнеп начинает сомневаться в пожаре, в котором погиб ее отец. Сбудется ли самый большой страх в жизни Генюля, который просит Али помочь остановить Зейнеп? Огонь мести Джингиза не гаснет, Синан делает то, что говорит Чингиз, чтобы не подвергать Зейнеп риску. Он идет один на склад, где прячется Джингиз, никому не сказав. Зрелище, с которым он сталкивается, поражает его воображение. Он видит Зейнеп на табурете с веревкой на шее. Единственное, о чем он может думать в этот момент, это спасти жену от веревки. Когда он поворачивается к Зейнеп, как и планировал Чингиз, тот падает в обморок от удара по голове. Джингиз снова сделал то же самое и поймал Синана в его самом слабом месте. Когда Синан приходит в себя, он видит Зейнеп, неподвижно лежащую на земле. Пока Зейнеп борется за свою жизнь и смерть, руки Синана связаны рядом с ней. Он испытывает глубокую боль от того, что просто смотрит на своего любимого человека и не может ему помочь. Даже этой болезненной сцены будет недостаточно, чтобы погасить огонь мести Чингиза. Он полон решимости положить всему конец, убив Зейнеп, Синан и, наконец, себя на этом складе. После Зейнеп похищение Синана мобилизовало всех. Исчезновение Синана после похищения Зейнеп заставляет всех думать о Чингизе, но найти их не так-то просто. Все мобилизуются, чтобы найти их. Несомненно, больше всего в этом процессе страдают матери. Джахеди, который все еще обижен на Генюля и Зейнеп, становятся несчастным. Беда, которую они несут в своих сердцах, гораздо больше, чем то, что кажется. Настолько, что со временем кто-то становится не в состоянии нести это бремя. Шуле чувствует себя совсем одиноким, Шуле понимает, что Чингиз все бросил и сжег все корабли. Он чувствует себя одиноким в жизни. Это пошатнет весь его баланс и вызовет безрассудное поведение. Мгновенные решения, которые он принимает, затрагивают не только его собственную жизнь, но и жизни всех, кто его окружает. Произошедшие весьма печальные события, несомненно, затронут Турну. С одной стороны, бред Шуле, а с другой, похищение Зейнеп, которое может закончиться смертью. Малышку ждет очень трудный процесс. План Чингиза по убийству Зейнеп и Синана в определенной степени сработает идеально. И в конце концов, наступает момент, когда дыхание задерживается и время останавливается. Кто-то потеряет твою жизнь, но кто? Чингиз, который считает Синана ответственным за закрытие его бизнеса и плохие вещи, происходящее в его жизни, задерживает Зейнеп, чтобы отомстить. Отсутствие Зейнеп, укрывшийся дома, беспокоит Айсель. Наконец он звонит Генюлю. Генюл начинает беспокоиться о ситуации. Он также звонит Синану. Но Синан не знает, где находится Зейнеп. Синан немедленно начинает искать Зейнеп и сначала отправляется в Шуле. Но он ничего не может найти. Пока все пытаются убедить друг друга в Зейнеп, Джингиз звонит Синану. Он говорит, что он с Зейнеп. Синан очень зол. Он спрашивает, чего он хочет для Зейнеп. Что касается Чингиза, то он ничего не хочет взамен Зейнеп. Он просто хочет, чтобы с ними обоими случилось что-то плохое. Кахиди также сообщили, что Зейнеп нет рядом. Всем грустно. Пока Синан работает с полицией, чтобы найти Зейнеп, Генюль пытается найти что-нибудь для Белкис. Его вызывают для дачи показаний по поводу похищения в Шуле. Таким образом, Турна тоже узнала о ситуации. Турна очень расстроена этой ситуацией и обращается за помощью к Кахидесу. Задержанная Зейнеп слишком проницательна, чтобы легко сдаться Чингизу. Но со временем сопротивление Зейнеп уменьшается, поскольку Джингиз оказывает на нее давление. Когда Зейнеп узнает настоящую цель Джингиза, она начинает бояться. Цель Чингиза – покончить с собой на глазах у Зейнеп, заставив Синана прийти. После этого он убьет Синана. Видя, насколько решителен Джингиз, Зейнеп начинает пугаться еще больше. Кроме того, перед лицом красоты Зейнеп Чингиз обратился к разным тенденциям. Желая разозлить Синана, Джингиз отправляет Синану тревожную фотографию Зейнеп. Синан сходит с ума, но он видит, что благодаря этой картине они смогут добраться до Чингиза. Синан также мобилизует полицию. В конце концов, телефон Джингиза удалось найти. Синан и полиция немедленно готовятся к операции. Как только Джингиз приблизился к Зейнеп, они провели обыск по следу, идущему от телефона. Однако здесь Синана ждет неприятный сюрприз. Поймет ли Сарпа Мелисса? Хотя Сарпу не нравится, что именно Лейла организует его свадьбу, Лейла злится, когда узнает, что ее свадьбу будет вести мужчина, бросивший ее на свадьбу.